Добрый день! Сегодня у нас интересное, короткое и полезное видео. Мне нужно будет заменить электрическую розетку, и я вам покажу, как это сделать. Причем будем менять ее не на такую же электрическую розетку, а на электрическую розетку с двойной USB-зарядкой и удобными держателями для мобильных телефонов. Причина для замены розеток бывает несколько. Это выход розетки из строя, она могла оплавиться, как здесь, или вывалиться из стены. Необходимо поменять стиль и дизайн розеток, или необходимо улучшить характеристики розетки. Например, поставить двойную розетку, или поставить розетку, как в нашем случае, с двойной USB-зарядкой. Перед тем, как приступить к замене розетки, необходимо отключить электричество в квартире, или в той комнате, где мы будем менять розетку. И приступаем к снятию розетки. Откручиваем винт и снимаем декоративную панель. И потом все равно, на всякий случай, проверяем индикаторной отверткой отсутствие напряжения на клеммах розетки. Как проверить индикаторной отверткой? Если индикаторная отвертка с батарейками, то сначала удостоверимся, что батарейки в отвертке хорошие, одновременно касаемся щупа и верхнего контакта. Если светодиод светится, значит индикаторная отвертка готова к работе. Не касаясь контактной площадки сверху отвертки, проверяем отсутствие напряжения поочередно на двух клеммах розетки. Если диод не светится, значит напряжение отсутствует и можно приступать к работе. Если светится, то нужно еще раз проверить отключение питания. Проверяем. Напряжение есть. Питание не отключено, работать нельзя. Сейчас проверю еще раз отключение автоматов на эту комнату. Если вы не знаете, какой автомат отключить, то можно обесточить всю квартиру. Вот я сейчас отключил другой автомат и снова проверяю отсутствие напряжения. Напряжение отсутствует, теперь можно приступать к замене розетки. Кому-то может показаться, что я слишком много времени уделяю такому предмету, как электробезопасность. Но лучше потратить несколько лишних минут, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, чем надеяться на авось и на надписи под автоматом в электрических счетах. Кто их когда подписывал, а может быть потом переподключал, неизвестно. Отсутствие напряжения в розетке можно проверить и обычным тестером. Индикаторная отвертка без батареи, где есть только сопротивление и неоновая лампочка. Дотрагиваемся поочередно жалом отвертки до каждой клеммы розетки, а пальцем сверху до контактной площадки. Если напряжение на клеммах есть, неоновая лампочка будет светиться. Также отсутствие напряжения можно проверить с помощью мультиметра, поставив переключатель на измерение переменного напряжения. И двумя щупами одновременно прикасаемся к клеммам розетки. Отсутствие напряжения мы увидим на экране мультиметра. После того, как мы сняли декоративную панель, мы ослабим винты зажимов электрических проводов и затем открутим винты внутренних распорных держателей розетки. И вытаскиваем розетку из подрозетника. Если подрозетник отсутствует или его требуется заменить, то можно использовать новый подрозетник, закрепив его с помощью гипсовой смеси. Или если подрозетник устанавливается в гипсокартонную стену, то он зажимается специальными лапками. Если у вас старая алюминиевая проводка и провода необходимо удлинить, то соединить новые медные провода с алюминием просто так нельзя. Нужно использовать специальные клеммники, например, ВАГА, для соединения медных и алюминиевых проводов. В этих клеммах имеется специальная паста, которая не дает со временем окислиться алюминию, и качество соединения не ухудшится. Соединяем алюминиевый провод через клемму с новым проводом, и можно подключать новую розетку. Вот получилось такое соединение медного провода и алюминиевого через клеммник ВАГА со специальной пастой. Теперь провод удлинен на нужное нам расстояние. Если необходимо удлинить медный провод, то можно использовать клеммники ВАГА просто для соединения медных проводов, без специальной пасты. Вот в этих клеммниках пасты нет. Но в нашем случае был медный кабель нужной длины, который не требует удлинения. Теперь снимаем с новой розетки декоративную рамку и панель, открутив центральный болт. Затем в контакты розетки вставляем концы проводов и закрепляем их там, затягивая винты контакту с помощью отвертки. При этом фазный провод обычно подключают к правому контакту розетки, а нулевой провод к левому контакту. Проверку фазы питающего провода лучше произвести до подключения к розетке с помощью пробника. Фазный провод можно пометить маркером. В нашей розетке подключение фазного провода указывается на корпусе буквы L, а нулевого провода – буквы N. А также подключаем провод к заземлению. Затягиваем фазный провод, нулевой и провод к заземлению. Затем розетку вставляем в подрозетник, выравниваем по горизонтали и фиксируем винтами боковые зажимы. Вот такие распорные боковые зажимы есть в каждой розетке. Также розетку в подрозетнике можно фиксировать верхними и нижними винтами. Вот верхний винт и нижний винт. У каждой розетки есть крепление для этих винтов. И вот она может быть зафиксирована этими винтами. После того, как точно выставили уровень, можно посильнее поджать эти винты. Устанавливаем декоративную панель. Фиксируем ее винтом. Ставим декоративную рамку. И устанавливаем боковые держатели для мобильного телефона. Один держатель слева поставим, второй справа. Установка розетки закончилась. Осталось включить электричество и проверить работоспособность розетки. Зарядка идет от одного раза. И от второго. Итак, напряжение в розетке есть. USB-зарядка работает. Удобный держатель для мобильных телефонов. Замен розетки произведена. Надеюсь, видео было вам полезным и интересно. Пишите ваши комментарии, какие темы были бы вам еще интересны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всего вам самого наилучшего. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр.